здравствуйте уважаемые гости моих каналов мы продолжаем с рассматривать краткие понятия буквально 3 2 даже 2 3 5 минут максимум термин 53 закидушка закидушка в смысле рыболовной снасти дадим определение закидушка это рыболовная снасть состоящая из толстой лески от 0 5 до 1 миллиметра то есть от 0 5 до единички различной длины в зависимости от возможности ручного заброса ну мужчина рыбак может забросить закидушку до 60 метров ну как правило это от 30 до 50 метров заброс в закидушке несколько крючков на конце грузила крючки крепятся в основной леске до груза с помощью поводков длиной 25 30 и даже до 40 сантиметров леска поводков с с сечением меньше чем основная леска часто от 0 3 миллиметра от 0 3 до 0 5 миллиметров другой конец лески зафиксирован на небольшом древке на котором вся снасти сматывается это мотовильце она не только сматывается на просушивается и затем хранится на этом мотовильце или на этом небольшом древке примерно 30 40 сантиметров нижний конец древка заострен для крепления его в грунт берега а верхний конец служит для опоры лески после заброса снасти ножом разрезается небольшое углубление у которого уже эта леска будет закрепляться на небольшом расстоянии от него к леске крепится колокольчик да и просто кусок глины размоченной в комочек на леске для сигнализации поклевки фиксируется и когда рыба начинает клевать этот комочек начинает подпрыгивать натягиваться и очень ясно показывая что рыба подошла и взяла насадку можно подсекать это снасть используется для придонной ловли крупной рыбы на средней дистанции от берега водоемах реках как правило водоемах и реках чистым твердым дном лучше всего песчаным не каменистым потому как если дно будет каменистое или искусственно вы с выложеными камнями как на каналах например судоходных каналах то очень будет много зацепов донной снасти и соответственно обрывом ее то есть приходом ее в негодность утратой свинцовых грузил крючков что конечно не очень хорошо для рыбака это будут утраты спасибо за внимание следующее понятие 54 будет посвящено термину замор до свидания